Ребят, всем привет! Сегодня у нас с вами будет обзор покупок, что я купила на первый месяц жизни для ребенка. Посмотрим. Я не знаю, буду ли я еще что-то покупать, либо уже этого достаточно. Но пока что я считаю, что самое необходимое я купила. Вот, коляску я не буду показывать. Заходите в мой телеграм, там я ее обязательно покажу. Потому что просто не хочу ее тащить, она разобранная. Ребят, честно, такое видео, снять вообще такое видео меня натолкнуло, что, в принципе, я люблю, знаете, поговорить. Просто вот в телеграме, там, кружочки записывать. А вот на ютубе у меня какой-то, знаете, все время какой-то ступор. Я все время думаю, что сказать этим к банке. Я захотела снять такое уютное домашнее видео, просто с распаковкой. Просто так. Смотрите, какие, получается, у меня два пакета таких вот с вещами. Давайте посмотрим. Начнем вот с этих комплектов, которые я купила. Сегодня буквально забрала на Валберес. Ребят, ну, во-первых, не знаю, как вы видите ли вы качество, не увидите. Ну, это просто такой милый рубчик, такие распашонки с такими вот штанами. То есть рубчик супер приятный. Сейчас цвет яркий на камере, а так достаточно вот этот голубой, он такой, ну, такой серо, типа Тиффани, но немного пастельный цвет. То есть две таких кофты, две таких кофточки, распашонки. Они очень классные, что у них тут такой запах. То есть ребенка можно, знаете, выкладывать на живот и не будет впиваться ему вот эти булав, эти кнопки. Вот. Так что вот такие два комплекта и двое ползунков. Если честно, я больше не хочу покупать сейчас вот ползунки, распашонки. Я думаю, что вот этого мне будет достаточно. Сейчас увидите дальше почему. Но мне прям супер понравилось. Так, давайте. Это вот единственные ползунки и распашонки, которые я купила. Остальное я все покупаю. Вот такие вот слипы. Не знаю, просто многие мамы, знаете, говорят, что в слипах намного удобнее. Ребенка застегнул так, тык-тык, быстренько. И все. Смотрите, кстати, если вы будете покупать слипы, я тоже тут узнала, чтобы они расстегивались до конца. То есть видите, тут вот кнопочки снизу, чтобы было удобно его, ребенка переодевать, с ним памперс, чтобы не нужно было вытаскивать ножки. Вот. Эти, кстати, я комбезы вообще купила в детском мире по супер скидкам. Сейчас в детском мире скидки. И на зоне, да, в Альберис таких скидок нет. То есть эти комплекты буквально по 250-300 рублей. Это я все беру в размере 56. Вот это тоже размер 56. Я, если честно, не знаю, какой родится ребенок, какого размера. Ну, я надеюсь, что не 60. Да, наверное, 50-56. Да. Вот это я уже взяла побольше. 62 размер. Посмотрите, какая красота. Кстати, ребят, поздравьте нас. Мы вроде как придумали имя. Но пока, знаете, тоже мне очень долгое время никакие имена не нравились. То есть я прям думаю, блин, не то, не то. И тут буквально вчера мы что-то сидим, и тут и имя. До этого я вам честно говорю, я думаю, блин, да как назвать. А тут прям это. Короче говоря, имя мы почти придумали. Вот такой вот, знаете, это на рост уже 68. То есть это я взяла на вырост на самом деле. Такой, знаете, типа боди с такой юбкой. Ну, посмотрим. И это тоже я взяла на вырост. Просто то, что выгодная цена. 68 размер. Ну, он, видите, достаточно уже такой большой для младенцев. Так, давайте дальше. Кстати, все в конце посчитаем. И вот вы мне скажете, кто может быть мамы. Чего-то, может быть, я не докупила. Что-то мне, может быть, не хватит. Не знаю. Так, это такой слип от Босанова. Ну, он, кстати, тоже на 56 размер. Я вообще думаю, что, в принципе, можно будет у слипов, допустим, если они становятся малы, просто обрезаешь вот тут вот, чтобы они были как штанишки. Ну, не знаю, посмотрим. Я не знаю просто, как дети растут. Так, вот такой. Ну, очень приятный на самом деле. Ребят, мои вообще сейчас фавориты. Потому что я много разной детской одежды заказывала. Что-то я уже отдавала обратно. Сдавала, потому что мне не нравилось качество. Но мне вот очень нравится качество у комбинезонов Бруно. Это вот 62 размер, побольше. Он, видите, такой с открытыми ножками, ручками. Они здесь на молнии. То есть, очень удобно ребенка переодевать. Потому что и тут сверху, и снизу молния. Качество классное. Они очень приятные, очень мягкие. Вот. И мне кажется, что так как здесь короткий рукав и открытые ножки, это, в принципе, можно будет носить до самого, наверное, рождения. Так, давайте дальше. Ой, тоже такой классный слип. Тоже от Бруно. Кстати говоря, я вижу, что российские производители, они, в принципе, знаете, используют, ну, многие используют такую же ткань. Но ткань ткань, но тут, мне кажется, еще важна, знаете, важна самоотделка. Какая молния, да? То есть, как она закрывается вот здесь. Вот, как тут, да? Что защита для кожи ребенка. В общем, это все важно. Это вот 62-й комбинезон. Он тоже как бы на вырост. Видите, я особо... У нас будет дочка, но я особо не беру ничего розового, потому что мне, если честно, вот эта тема, когда... Когда, знаете, у девочки все розовое, мне это не очень нравится. Мне больше нравится, когда такие пастельные тона какие-то, ну... Не знаю, мягкие. Короче, когда все розовое как-то, мне это не очень нравится. Так, и также, видите, я не беру, тоже есть такие, знаете, распашонки, где там мелкий такой рисуночек. Мне тоже это не нравится. Мне больше нравится однотон. Так, это тоже такое боди. Открытые, смотрите, ножки. Ручки удлиненный рукав. Это тоже вот от Броны. Тоже очень мягкая ткань. Сейчас там покажу вам. Ну, приятная ткань. И вот в 62-м размере уже, кстати, шовчики на внутрь. Я, кстати, на это не обратила внимания, но окей. Так, также я взяла такой же боди в маленьком размере на 56. Уже с коротким рукавом. Знаете, так ходить типа для дома. Тоже качество приятное. Приятное. Швы наружу. Красивое. На, тоже на таком, видите, запахе. То есть кнопки идут не по центру, а сбоку, чтобы ребенку было комфортно выкладываться на животик и так далее. Ребят, ну что по слипу? Я хотела, кстати, сама посмотреть, все это распаковать, потому что мне было интересно. Слушайте. Вот это я взяла 56-й маленький тоже от Бруно. Ну, знаете, почему беру Бруно? Потому что у них классные вот эти вот молнии. И все мамы пишут, что очень удобно комбинезон на молнии. Ну, комбинезонов, короче, я набрала нормально. Давайте еще один посмотрим. Это, по-моему, тоже 56-й, тоже маленький размер. Такой вот с собачками. Видите, он тоже на молнии. Это очень удобно. Должно быть. Ткань супер мягкая, значит, шовчики аккуратные. Так. Итог. У нас получается такой раз 56. Ребят, 56-й размер. Это размер для деток, которые только рождаются. Есть, конечно, размеры 50. Но 50-й, я думаю, что маленький. Наверное, не надо брать. Если мне будет нужно все, ну, я докуплю просто. Я просто докуплю. Итого, получается, у меня вот на самый-самый маленький размер, на самое начало, это вот это, ползунки, ползунки и кофточки по две штуки. И вот столько комбезов. Раз, два, три, четыре, пять. И вот такой вот. Естественно, очень было все это приятно выбирать. И такой вот этот. Это вот что касается маленьких размеров. Я просто, знаете, мне кажется, этого достаточно много. Потому что все-таки ребенок сейчас ходит в памперсах. Да? Ну, типа, дети, ну, что писаются, какаются и все это делают, но просто покупать очень много не вижу смысла. Мне еще нужно заказать пеленки, но пеленки тоже не буду брать. Супер много. Вот, ребят, кто у нас с мамой, подскажите, пожалуйста, сколько вообще пеленок вам, сколько хватало. И получается, таких вот комбезов на рост 62. Раз, два, три. Три. Посмотрим, если будет нужно больше, я возьму, конечно же, больше. Но просто вообще нужно понять, по моделям надо понять. Вдруг вообще ребенок будет не нравиться быть в комбезах. Может быть, такое, в принципе. Взяла носочки, ребят. Ну, мне, если честно, эти носочки вообще не понравились. Они какие-то такие тоненькие и недостаточно мягкие. Они обычные носки, как для взрослых по тканям. Слушайте, из интересного... Из интересного... Из интересного... Слушайте, а что-то я еще тут не отдала чего-то. Чего-то не было. Ну, как-то... Из интересного... Да, пеленки я закажу. И смотрите, кстати, тоже мы купили такой комбез. Это уже на выписку. Знаете, это будет верхняя одежда, верхний слой. Комбез, как комбез. На самом деле, нарост он на 62. Так как у меня роды будут в марте, скорее всего, то этим комбезом мы будем пользоваться, ну, наверное, март, апрель. Посмотрим, какая погода уже будет. И, наверное, в мае. Для мая он уже будет жаркий. То есть, он такой достаточно теплый. Стоил вообще 1200 в детском мире со скидкой. А до этого он стоил 3500. Сейчас реально в детском мире... А знаете, я думала, что вообще детский мир, но магазин, не знаю. Лучше все заказывать в интернете. А тут я зашла в детский мир и обалдела, потому что там реально такие цены. По 250. Вот этот комбез за 1200. Ну, вы поняли. И интересно, что еще я взяла. Я взяла вот такой вот плед. Муслиновый. Ребят, очень классный плед. Приятное такое качество. Тоже, видите, он такой серенький, с молочным. То есть, такой вот он нежный. Был розовый, я розовый не захотела брать. Ну, ребят, ну мне не нравится, когда розовое все. Розовое, конечно, будем что-то покупать. Да, потом посмотрим. Мне кажется, когда ребенок взрослеет, девочка, она сама хочет все розовое. Поэтому еще набудется в розовом. Так. Знаете, как свет когда так на лицо. Ладно. Короче, такой плед. Очень приятный. И самое мимишное и интересное. А, ребят, еще один плед я заказала. Это уже теплый плед из шерсти мериноса. Это такая нежная шерсть для деток. Ну, это такой плед как раз-таки, знаете, вот на весну, допустим. Очень он приятный. Такой мягкий. Ну, я не скажу, что прям он супер-супер-пупер-мягкий. Потому что вроде мериноса вообще должен быть мягкий. Он такой немножко, он не колючий вообще. Но я думаю, что после стирки, когда я постираю его каким-то средством таким мягким для детей, для шерсти, он должен стать помягче вообще. Вот, ну, вроде как теплый. Это я вот взяла как раз, чтобы накрывать ребенка в коляске. Потому что будет ну, вот весна. и чтобы когда уже станет жарко в комбезе, чтобы этот плед был как ну, верхняя одежда. Он очень теплый на самом деле. И я думаю, что это классная штука. И вообще ее можно будет использовать до всегда. Обратить его в поездке. Потому что он реально супер-теплый. И сделан очень-очень качественно. то есть тут по составу кашемир 90% шерсти мериноса и кашемир. Ребят, ну и собственно вот, что я еще приобрела. Это вот такой вот нежнейший тоже комбинезон. Тоже он из шерсти мериноса с кашемиром. Я думаю, он мягкий. Вообще эта шерсть она не колется. Вот. Но я думаю, что после средства он вообще будет мягкий-мягкий. И к нему в комплект к нему в комплект я взяла вот такую вот шапочку этого же бренда. Вот так. И пинетки. Пинетки идут от нуля до шести месяцев. То же самое с этим комбезом. То есть в принципе его мы будем ну меня знаете соседи просто убивают. они реально не сверлят целый день. Если села снимать они начинают сверлить. Ну это как? Адекватное? Ну это просто знаете как злой какой-то этот. Короче пиндрок. Смотрите как это выглядит. То есть это беж а это вот такой. Просто не было бежевых шапочек. Такого точнее не было комбеза. вот такого цвета. Цвет называется какао. И вот он к нему он точно такой же как плед цвет. Ну это такой бешеный мне кажется нормально. Оно не сильно я даже подумала окей это круто что у разного немножко цвета все чтобы не сливалось. Цвет на самом деле называется какао но по мне он розовый немного. Вот. В принципе это все. Я еще жду шапочки но шапочки знаете которые такие хэбэшные вроде как они нужны когда малыш рождается малышка родится ей один шапочку и носочки потом вроде как все говорят что можно такую шапочку просто на головку и все. Что не нужно поддевать эти поддевы какая-то еще это лишнее. Но вообще качество классное. Мне очень нравится. Мне очень нравится но поносим это три месяца. Я не знаю потом наверное ну блин в любом случае будет может быть холодно и так далее. вот вот так посмотрим какая будет весна. В принципе ребят это все сейчас мне нужно докупить теленки мы обустраиваем кстати комнату если вам понравится это видео я обязательно сниму как мы будем собирать шкаф кроватку и так далее сейчас потому что обустраиваем комнату но мне кажется конечно ребенок первый год не будет спать один и вообще говорят опасно укладывать ребенка спать одного в комнату надо за ним следить чтобы не было такого знаете есть синдром внезапной детской смертности когда дети носом в подушку или еще что-то за ребенком нужно в первые полгода жизни очень следить не выкладывать там его ни на подушки ни на что такое ребят вот так как вам вообще мама кто у меня есть мамы что покупали вы что вам вообще не понадобилось мне мама говорила что ой давайте возьмем там пеленок по 15 штук тех тех но я понимаю что мне вообще не нужно столько пеленок навряд ли я буду пеленать кстати знаете что кокона нет ребят там где-то он наверное лежит я еще взяла такой вместо пеленки кокон на замочке это такой знаете как мешочек для ребенка на замке и ты просто его кладешь туда закрываешь замочек и все он как бы в таком вот мешочке это альтернатива пеленанию не знаю посмотрим я взяла одну штуку и как ребенок будет реагировать на это потому что я не знаю может быть ей не будет нравиться и мы не будем это использовать кому-то нравится кто-то только так и засыпает я особо если честно ничего не прогнозирую вот и вот так если вам будет интересно я покажу как мы обустроим детскую если будет интересно покажу какую выбрать коляску коляску я выбирала очень долго и вообще начала я сходить с ума по вот этим покупкам именно из-за коляски то что я стала выбирать коляску смотрела 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 там нашла выгодную стоимость мы купили и потом я уже не могла себя остановить то есть я понимаю мне нужно то-то-то-то-то и на самом деле для ребенка на первое вот это время нужно действительно достаточно много всего и для ребенка и для мамы тоже поэтому мы еще не покупали кроватку мы я не буду наверное брать пеленальный столик изначально я думала что точно мне нужен пеленальный стол сейчас я думаю что скорее всего нет не стол а знаете пеленальный комод я тут узнала что самый высок несчастных случаев вообще с детьми с младенцами это именно потому что они упадали с комодов вот и навряд ли знаете там родители куда-то отходили и оставили их на этом комоде наверное это все случается очень так быстро поэтому я думаю что я откажусь от комода вот буду пеленать просто на кровати либо в кроватке потому что ну как бы переодевать пеленать просто на пеленальном как бы коврике потому что может на полу даже потому что ну во-первых блин и место знаете то есть ну куда мне потом этот комод продавать его на авито кому-то мне особо не нужен этот комод ну как бы просто брать чтобы был ну посмотрим может быть Я, знаете, приду к тому, что да, надо Нужен еще, знаете, кокон для сна Ну, вы поняли, да, такая штука Кто вот мамы, наверное, знают Слышали о таком коконе Что ребеночка кладешь, и он в такой естественной позе как бы спит Вот, что еще надо будет докупить Ну, какие-то такие уже, знаете, уже сейчас с вещами я разобралась А теперь нужно будет покупать девайсы Девайсы это вообще не менее интересная тема Поэтому посмотрим У меня сейчас, в принципе, я думаю, пока что от покупок я немножко отдохну И, наверное, начну это делать в следующем месяце Уже именно по девайсам, надо будет взять кроватку И, наверное, все Я не знаю, раньше детям требовалось столько всего Наверное, нет Просто потому что пеленали Сейчас как бы Время вообще не то, по-моему, да Все хотят какие-то красивые вещи для ребенка Что-то прикольное Ну, в общем Как бы это маркетинг может быть Может, надо пеленать детей все-таки Надо будет, короче, все перестирать Но, как мне кажется, что для ребенка, естественно, конечно Может быть, быть в пеленании, когда он спит В таком, да, каком-то уютном для него комфортном Вот, а так в течение дня, когда он бодрствует Быть в одежде Чтобы мог спокойно развиваться его скелет Чтобы он мог что-нибудь там смотреть, перекатываться и так далее Вот, ребят, но на самом деле я очень довольна вот этими майками Я не думала, что они будут такие классные Я вот сегодня прям пришла, и они меня, на самом деле, вдохновили Вам снять эту распаковку И все заново посмотреть, что я купила Потому что, ну, это просто, ну, очень здоровское качество Такой вот трубчик Красота Реально красота Еще называется, знаете, как Мелки Мания Так У меня тут спит собачка рядом Уютно, да? Какую-нибудь музычку еще налеплю Ну, все, ребят, у меня, кстати, сейчас там мукбанк лежит С клубникой, надо его монтировать Это видео я у вас сняла Не знаю Буду выкладывать Буду монтировать Я сейчас сегодня не красилась Ничего Просто так села Ну и ладно, да? Ну, такое у нас с вами тет-а-тет Как вам? Вы много своим покупали вообще, деткам? Мне многие, знаете, как говорят Ой, мы накупили, ничего не носили, все выбросили Не знаю, мне кажется Я не знаю Я не знаю Может быть, у меня Так же мы ничего не будем носить Но останется, ребят Это хорошие вещи Для детей Офигенные Посмотрим Ну, конечно, будет обидно, если ребенок родится там ростом 60 см А у меня все на 56 Но навряд ли такое будет Ребят, я сама ростом 160 Навряд ли Я не думаю В целом на этом все В целом на этом все Это я вчера записывала в телеграм В кружочке И такая, думаю, блин, надо записать Просто сесть и поболтать Без еды, без всего Просто рассказать, что как Вот так Не знаю Может быть, кому-то это будет неинтересно Кому-то это будет интересно Мне это интересно сейчас У меня, если честно, сейчас такой период Который классный Я хочу все делать Все покупать, все смотреть Обустраивать И Вот так Ребятки, все Все У меня, кстати, еще есть подружка Мне дарила пеленки Дарила мне комбезы Она мне, кстати, подарила розовое Ну, блин Она ж не знала Поэтому С одеждой вроде все Не буду больше Пока ничего покупать Не буду Обещаю Из такого Надо будет только купить Памперсы Все Шапочки мне сейчас придут Хлопковые И все на этом Надо успокоиться Потому что я уже просто там Как бешеная сижу Ребят, ладно, спасибо большое Что зашли Поболтали со мной Что досмотрели это видео До конца Обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Это помогает мне Снимать Не забрасывать это дело Вот Чарлик у нас Старшим сыном Будет скоро Старший 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 мальчик Такой Красавец Да Обожаю его Ну и вчера Саша говорит Что я его перестану любить Когда появится ребенок Не знаю Посмотрим Посмотрим, ребят Ну, конечно Ему будет Поначалу меньше внимания Потом, я думаю Будет столько же Поначалу, конечно Наверное Будет Сложно Его так же Тискать Нянчить Но Ребенка мы планируем Все равно укладывать В отдельной кроватке А собаку Пусть спит с нами Продолжает в кровати Не будем его выгонять Чтобы он не обижался Вот так Так что Собак тоже не обижайте Все, ребят Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok